В Харькове митинги постоянно, каждыми днями. Постоянно какие-то провокации у нас в центре города. Такого раньше не было в Харькове, чтобы где-то что-то взрывали, где-то провокации какие-то были, драки постоянно, милиция на это просто смотрит. 23-летний Андрей Черный родился и жил в Харькове. Там же закончил вуз. Сложная ситуация на родине, где стали стрелять в мирных жителей, привела Андрея в Россию. Военная мобилизация во всей Украине. Они призывают в армию с тем, чтобы идти в армию и воевать против своего народа. У нас в Срамоскове дядя с тетей живут. Они к себе позвали, говорят, приезжай, у нас будешь жить с тем, что творится на Украине. В областной миграционной службе Андрею подтвердили статус беженца. Сейчас он оформляет временную регистрацию. Год я могу не выезжать отсюда в течение года. Мне временный паспорт дадут, я могу здесь официально работать. Константин Перепелица тоже родом из Харьковской области. В 2011-м женился на Оскольчанке. В семье уже подрастает дочка, а Костя до сих пор не может получить гражданство России. Отсюда и проблемы с работой. Все это время молодой человек подрабатывает на стройках. Новый закон об упрощенном приобретении гражданства для русскоязычного населения, который вступил в силу 2 мая, дает право получить статус в два раза быстрее. Чтобы поскорее получить, я хочу все-таки попробовать по упрощенной схеме, в которой вышло новое, вот это вот по новому закону, по вышестоящему родственнику. За три месяца там обещают это гражданство дать. Согласно новому закону, срок оформления вида на жительство сокращен с 6 до 3 месяцев, как и рассмотрение документов на гражданство в упрощенном порядке. Новый закон станет соломинкой для тех, кто не может получить гражданство по квоте. Это иностранцы, у которых на территории страны нет детей, супругов или пожилых родителей. В Старом Осколе квота рассчитана на 45 человек. Она закончилась еще в январе на первой же комиссии. Всего же с начала года в округ из Украины прибыло более 300 человек. Это только по официальным данным, те, кто встали на миграционный учет. В основном едут из Харькова и Донецка. В основном в своей массе граждане Украины хотят здесь оформить постоянное место жительства. Иностранный гражданин, желающий оформить гражданство в соответствии с этим новым законом, должен будет обратиться в комиссию с уведомлением о признании его русскоязычным. После подтверждения русскоязычности можно без разрешения на временное проживание сразу оформлять вид на жительство. Комиссия по определению русскоязычности будет работать в Белгороде, пока она только создается. В миграционной службе сейчас столпотворение. Помимо гражданства активно оформляют патенты трудовые мигранты. 360 заявлений иностранцы уже подали. Сотрудники, они стараются, они принимают столько людей. 76 человек, вот я приходил в последний раз на той неделе, подтверждал, кстати, РВП доходы свои. Было 76 человек только в одну очередь, а в вторую очередь на патенты. Столько же. Всего же сегодня на миграционном учете в Асколе около двух тысяч иностранных граждан. В основном это жители Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Судя по последним событиям в соседней Украине, число мигрантов будет расти.